друзья всем привет на связи александр янюк с вами команда твт эксперт я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка сегодня понедельник и мы готовимся к новой торговой неделе погнали начнем мы с американского доллара который пока что еще не достиг уровня сопротивления в виде уровня объема за сентябрь 22 года и на этой неделе будет достаточно много катализаторов которые могут поспособствовать такому движению это и выступление господина павла сразу перед 8 марта и данные о безработице рынке труда павел и лагард будут выступать ну лагард как так точно дважды в календаре отмечено павел один раз наверное будут поздравлять с 8 мартом всех женщин посмотрим ну может что-то из-за монетарную политику скажут по поводу американского доллара я считаю что есть шансы на то что будь произойдет вот этот импульс да еще один импульс который как раз и даст нам прекрасную возможность взять short потому что с текущих уровней ну не комфортно не обновили локальный максимум за текущий фьючерсный контракт не достигли значимого сопротивления до развивается дивергенция окей это хороший признак того что накапливается потенциал для скорее всего дальнейшего похода вниз так как тенденция здесь явно идет вниз и судя по последним сот данным которые у нас были то американский доллар по-прежнему фонды не накапливали до фиксировали свои позиции не накапливали давайте посмотрим что у нас происходило с открытым интересом по баксу на этом падающем рынке так вот за последний квартал у нас тенденция пока что нисходящее сохраняется до момента обновления локального максимума и в целом максимума за текущий фьючерсный контракт и мы видим что в последнее время вот когда движение было вверх то открытый интерес по чуть-чуть снижался с большей вероятностью это как раз таки было за счет ликвидации шартовых позиций а не за счет открытия лонговых потому что если бы открывали лонговые позиции да то открытый интерес бы тоже рос в данном случае была фиксация результата либо это лонги фиксировали которые были набраны чуть раньше это также стопорить цену дальнейшего продвижения вверх либо это шорт позиции ликвидировались но это не добавляет как бы веса в текущее движение то есть с большей вероятностью она не будет иметь дальнейшего глубокого какого-то продвижения в пятницу мы говорили о том что вышли соту данные они вышли за 7 февраля если не ошибаюсь я просмотрел эти данные чего-то сверхъестественного там нет то есть продолжала продолжались те тенденции которые были закладены ранее поэтому ну и учитывая то что это было месяц назад я думаю что эти данные хоть и имеют ценность какую-то минимальную но на текущий момент они нам особо не помогут так как ближайшие две недели у нас будет достаточно жарко на рынке и данные месячные давности особо не учитывали текущее настроение на рынке так европейская валюта по европейской валюте у нас видим сильное закрытие предыдущей недели выше основного на торгованного объема и сейчас мы торгуемся выше соответственно на текущий момент до уровня на меньших выплат по опционам он совсем рядом есть еще шансы на движение вверх я считаю что до конца экспирации в целом цена сильно не отойдет от этого уровня хотя вы знаете если маркет-мейкеры но те кто продает опционную ликвидность они захеджируют себя то в принципе они могут и пустить цену но это риск для них потому что чем дальше цена будет уходить от уровня наименьших выплат по опционам тем сильнее будет гамма влиять на их позиции и при резком взрыве этого показателя у них будет неприятная ситуация поэтому с большей вероятностью да в целом им максимально выгодно это додержать цену до экспирации приблизительно на этом уровне то есть я считаю что на этой неделе есть смысл использовать grid системы до которые как раз таки и нацелены на боковое движение и вплоть до пятницы в принципе есть смысл держать эти позиции вот пятницу будут выходить данные по рынку труда и безработицы в сша это сильно всклыхнет рынок поэтому не стоит так рисковать оставлять на пятницу эту травовую идею так по европейской валюте видим продолжаю что продолжает снижаться открытый интерес по путь опционам то есть в целом страховку уже не покупают а ее в принципе фиксируют это нормально так как цена за последнее время неплохо скорректировалась соответственно те кто покупал те кто хеджировал себя они как раз и закрыли эти конструкции по европейской валюте учитывая слабость американского доллара я считаю что есть смысл рассматривать long приоритет и дальше и дальнейшее вас потенциальное снижение возможно ниже локальных минимум это будет хорошая отправной точкой для того чтобы взять ланговую позицию какого-то развития трендового движения сейчас перед экспирации я не жду то есть большей вероятностью трендовое движение начнет развиваться уже со следующего квартала до то есть в момент когда произойдет листинг следующего контракта вот тогда у нас и появится возможность вырасти как-то потому что ну на текущий момент по текущему контракту особо никто заморачиваться не будет не будет сильно там пытаться поломать картину продавцам опционной ликвидности и так дальше зачем эта борьба зачем тратить лишние ресурсы на то что будет сделать легче буквально через недельку поэтому эта неделя пока без трендовых движений пока боковая история на следующей неделе как раз и я так думаю сделаем движение вверх так швейцарский франк ну в целом за евро двигается здесь пока ничего интересного и дивергенции нет до покупают на минимумах это круто окей но то же самое движение по евро происходит только там более понятная ситуация австралийский доллар по австралии на этой неделе будут выходить данный объем розничных продаж это первое и решение по поводу процентной ставки аналитики ожидают что банк австралии поднимет ставку на 25 базисных пунктов хотя соседи ближние новой зеландии они подняли ставку на 50 базис пунктов если не ошибаюсь ну короче точно больше чем на 25 точно больше и сейчас ставка в новой зеландии в районе пяти процентов а в австралии будет только там 363 370 что-то такое то есть они достаточно далеко отстают вот по розничным продажам ожидается что в австралии дела идут хорошо что розничные продажи растут это не очень хорошо по той причине что экономическая активность продолжает развиваться до продолжает расти и таким образом действия центрального банка особо не приводит к успеху по австралии я считаю что у нас произойдет вынос локальных минимумов то есть возможно это как раз в конце недели и будет происходить пока в этой точке ну вот согласитесь совсем некомфортно покупать даже учитывая то что цена снизилась но как-то она выглядит и уровень объема не тестировали хорошо там уровень объема это не четко одна цена это вот как вы видите диапазон цен да где и пускают пониже дают возможность залететь цене но все равно закрывают цену повыше данном случае даже не попытались проколоть поэтому я считаю что у нас на этой неделе возможно в середине следующей ждет вот такое движение обновление локального минимума по текущему фьючерс ному контракту и дальше с большей вероятностью на слабость американского доллара покатим вверх по поводу опционных уровней австралии не настолько популярен среди торговцев опционами поэтому здесь эти уровни чуть хуже работают эффективность отработки чуть хуже чем на высоколиквидных инструментах так новая зеландия по новозеландцу рост дикий рост крытого интереса на предыдущей неделе и у нас все это происходило на дельте положительно больше покупали по рынку объема и на текущий момент новая зеландия держится чуть лучше чем австралийский доллар как по мне уже успели обновить локальный минимум и уже успели закрепиться выше этого предыдущего локального минимума я считаю что по новозеландцу есть смысл рассматривать если сравнивать с австралийцем то австралиец более слабый чем новозеландец поэтому спред австралийц шортного зеландец флунг он достаточно актуален до сих пор остается актуальным это именно эту идею я буду отрабатывать в рамках недели канадский доллар пока без здесь здесь обновление минимума здесь вот то что хотелось бы увидеть чтобы начать работать уже в лонг но пока этого не произойдет то есть с этого флота даже если будет выход вверх ну как-то на покупку на дельте которые зеленые четко много покупают а кто же им продает кто тоже не продает правильно тут не происходит так что все остальные валюты падают а канадский доллар стоит вот если такая ситуация блоки тогда понятно что продажи есть есть выкупы и соответственно держится все в балансе а так и все остальные валюты тоже подрастают швейцарец растет евро там по чуть-чуть пытается расти канадский доллар стоит в боковике стоит боковике его покупают а он не растет соответственно но кто-то лимитном продает еще больше чем есть спрос со стороны маркет покупателей поэтому здесь пока непонятно не хочу такое торговать то же самое с британским фунтом то есть до момента пока не произойдет какой-то action здесь большей вероятностью action произойдет вот так то особого смысла лезть сюда не вижу мне нравится то что много продают от это не приводит к падению глубокому падению цены это круто это сила лимитного покупателя в целом опционная ликвидность опционный интерес здесь достаточно высокий с большей вероятностью как раз буду долбить вблизи этого уровня наименьших выплат вплоть до экспирации японская иена вот по японской иене лонг приоритет меня сохраняется даже если произойдет прорыв локального минимума и минимума за текущий фьючерсный контракт есть смысл добрать позицию так как здесь на нашей стороне будут играть межрыночные связи а именно связи японской иены с американскими облигациями спрос на американские облигации в ближайшее время будет расти достаточно сильно за счет того что это без рисково около пяти процентов доходности в год но это это шикарно как по мне а учитывая то что эти облигации можно перезакладывать платить только ставку репы на репой все то но там можно докрутить и до 15 до 20 процентов годовых поэтому я считаю что хотя нету 20 наверное не получится но до 15 10 12 15 при рисковых раскладах это возможно поэтому я считаю что спрос на облигации будет достаточно сильно расти и таким образом стоимость облигаций резко будет расти а есть стоимость облигации будет расти это поддержка для японской иены так как япония является одним из крупнейших держателей американского долга по поводу еще облигаций там в пятницу если не ошибаюсь до было выступление одного из председателей комитета по открытым рынкам да то есть фомс одного из фомсов и он заявил что есть все шансы на то что в марте ставку повышать не будут и вот если это произойдет то спрос на облигации ну рынок почует что она ставку уже не поднимают текущая доходность это скорее всего максимально и есть смысл быстренько закупаться облигациями и таким образом стоимость облигации может прям взорваться и вот после этого выступления в пятницу стоимость облигации действительно вот она поднималась то есть она закрылась еще с повышением слабеньким окей но в целом мы видим за последнее время что после обновления вот этого лая цену по чуть-чуть как-то пододвигают вверх ну с точки зрения технического анализа здесь прям не хватает последний вот этот такой добивочки возможно не такой прям размашистой окей вот как по британцу да вот там тоже так формируется все нисходящий как нисходящий клин и вот такой добивочки не хватает тогда прямо все супер будет по японской и не такая же была так давайте выключим вот плавно ее поджимали 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 поджимать и улетели вниз как только минимум прошли сразу полет пески вниз вот та же самая история здесь минимум пройти улететь еще чуть пониже его там будет супер интересно но если действительно в марте ставку не будут поднимать и это будет означать что фрс взяли паузу о это будет прям взрыв по облигациям но в целом я думаю вы все знаете что облигации на текущий момент это топ идея среди инвестбанкиров в целом и особенно американские облигации корпоративные облигации которые имеют инвестиционный рейтинг то есть на ближайших два года там пророчат доходность минимум 30 процентов на самом теле плюс доходность которые удалось зафиксировать в виде ну текущая доходность этих облигаций и таким образом там получается очень даже интересный момент для покупки и чем больше людей приходят к этому тем выше поднимается цена то есть понятное дело что минфин казначейство они выходят на продажу на рынок с продажами этих облигаций им нужно откуда-то занимать деньги но на текущий момент формируется эта ситуация когда вроде как даже вин вин получается потому что ставка доходности достаточно интересная стоимость облигации тоже достаточно выгодная и еще есть продавец который готов удовлетворить спрос рыночных покупателей при этом не размазав цену а когда ставку начнут возьмут паузу либо даже начнут понижать то стоимость облигации начнет расти прям десятками процентов так окей крипто покрыть те что меня удивило пролив пятницу на silver gate до silver gate это крупнейший банк который проводил крипто транзакции ну короче это него банк который и крипто и фиат все вместе вот и ряд компании заявили что они не будут с ним сотрудничать и в целом что-то в них не все хорошо поэтому для крипты это такой ударчик нож в спину откуда не ждали и вот на этом всем фоне крипто неплохо просела но что странно развитие это не было развития даже наоборот покупали то есть по рынку на выходных вы купили все то весь тот объем который продали вот здесь 11000 битков если не ошибаюсь было продано практически одним махом но понятное дело что там было размазано это немного по времени но суммарно дельта на продажу было в районе 11 минус 11000 битков и после этого 11000 выкупили вот на фьючерном графике мы это не видим здесь пока что чуть позже вам покажу где это можно посмотреть вот да и вот это странно то есть по факту на выходных произошла контратака по объему по количеству дел сделок не знаю но вот по объему точно произошла и соответственно это место достаточно интересное здесь чаще всего биток после таких движений и отстаивание делает вторую волну но это вторая волна происходит в рамках суток потому что ну где-то какие-то участники там увидели от реагировали потом новые проснулись увидели еще падение реагировали так дальше и вот в рамках суток двое это уже происходит вот это 2 2 заход если он должен быть а сейчас прошло трое суток по сути и ничего не произошло поэтому я считаю что дальнейшего развития текущая ситуация не будет иметь и спекулятивно в рамках этой недели есть смысл рассмотреть лонг приоритет со стопом чуть ниже локального минимума то есть ну если захотят уже потрогать лой то окей то они уже это сделают и прям провалится более существенно локального минимум это я об этом говорил если что то есть здесь достаточно будет короткий стоп в данном случае нам нужно дождаться реализации рыночного предложения не сразу заходить да то есть мы должны увидеть продажи по маркету то что они не приводят падению цены и только после этого мы заходим да мы заходим лонг стопик под локальных под вот эту про торговочку где у нас произошла контратака потому что здесь важно чтобы по рынку продали и потом маркет покупки начались без этих маркет покупок просто продадут цену продавит и и все ничего не произойдет здесь должна быть реакция покупателей вот в рамках этой неделе я вижу смысл еще поспекулировать в лонг учитывая то что еще и в конце недели у нас и данные по рынку труда на этом могут спекулировать на том что данные по рынку труда выйдут хуже ожиданий соответственно фрс пересмотрит свои ожидания на в марте по поводу поднятия процентных ставок и для крипты это будет очень хорошо в краткосрочной перспективе пока что долгосрочная перспектива ну как мы с вами говорили ну где-то еще полгодика не супер яркая за счет того что не складывается последний пазл для роста это агрегат м2 большинство стран уже выпустили свежие данные ну там япония вот на этой неделе еще выпустит ожидается что там будет рост на одну десятую процента денежной массы это мало это мало людей нет денег на руках чтобы покупать рисковые активы золото по золоту лунг приоритет по сотый индексу отрабатывается здесь все хорошо то есть пока золото я вижу смысл дальше накапливать лонговую позицию тут ничего не поменялось тут тоже пока ничего не поменялось сейчас мы сделаем так нефти по поводу о нефть медь 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 пока мы находимся выше вот этой области где у нас была борьба между лимитными покупателями продавцом где у нас достаточно много объема много интереса было со стороны фондов и хеджеров я считаю что есть смысл рассматривать лонговый сценарий если будем ниже есть смысл рассматривать шартовый сценарий и до этого момента как вы видите несколько раз как раз ну здесь и спекулятивно был было отлично возможно и более среднесрочное движение произошло от этой области потом продавили ее вроде как пытались до закрепиться ниже но опять же вы купили я считаю что это сила и есть смысл рассматривать лонговый сценарий по этому инструменту китай вроде как открывается и последние пиамаки которые вышли они там 53 54 хотя до этого было были 49 поэтому я считаю что есть смысл здесь рассматривать лонг по меди дальше у нас газ прям подарок ну не как-то слишком все не складывается в голове не укладывается по той причине что четко дошли до трех и все странно ну во-первых странно потому что дошли до трех а во-вторых странно то что ну там не было какого-то шорт сквиза дальнейшего развития и не протащили цену еще до 35 скорее всего уже часть шартистов большая часть вышла а те кто в лонг сидели как раз и остановили цены здесь произошло согласитесь все максимально четко то есть это даже странно четко торгуемся в боковичке лонг интерес достаточно высокий особенно со стороны неподотчетных трейдеров после этого делаем вы нас собираем стоповую ликвидность формируем сейчас все собью много продаем на минимумах раз много продаем на минимум 2 и это все не приводит к тому что цена падает она даже подрастает в это время то есть серьезный лимитный спрос и и дальше просто поход вверх просто плавненький поход вверх и достигаем цель в 3 бакса очень странно зато приятно так серебро вместе с золотом здесь все окей все понятно нефть далеко гружу по поводу пшеницы вот та же самая история что и по зол по газу будет ну я практически уверен в этом то есть продавим локально вниз соберем стоповую ликвидность и после этого уже сможем прокатиться вверх как раз к вот этому уровню где засадили многих потому что именно вблизи этого уровня и будут останавливать дальнейшее восходящее движение те кто зашли в покупки раньше они будут хотя бы по безубытку выходить фондовые индексы отличнейшая контратака на нас таки прекрасное исполнение этой ситуации пока что один в двум еще тут нету вот давайте мы это обозначим где как минимум будет один к двум у нас один к двум это цена двенадцать пятьсот там пятьдесят грубо говоря поэтому для движения вверх еще есть пространство здесь еще хотелось бы чтобы нас так порос немного и как раз на этой неделе будут эти драйверы паул рынки труда безработицы но это будет достаточно волатильная неделя поэтому на американских индексах я жду дальнейшего продолжения движения здесь четко тестировали локальные минимумы достижения уровней объема за несколько месяцев несколько кварталов подряд максимум за текущий фьючерсный контракт это достаточно вероятный сценарий единственное что может приостанавливать цену это те кто продают опционы маркет мейкеры на опционах провайдеры опционной ликвидности потому что уровень наименьших выплат по опционам здесь находится значительно ниже экспирация будет 13 1703 соответственно могут подержать цену вблизи этих уровней еще достаточно долго ну посмотрим возможно баланс сил поменяется так что нефть ну по нефти там ничего сильно не поменялось да вблизи отметки 80 вблизи верхней границы 81 есть смысл частично фиксировать лонговые позиции но полностью точно нету смысла фиксировать вблизи отметки 70 71 вот в этом диапазоне есть смысл накапливать лонговую позицию пока здесь сценарий максимально понятный те кто ранее где нет среди конец конец ноября мы с вами говорили о вот этом плане сша по поводу покупок то есть как не так когда они вот здесь начали покупать вышли первые новости то что сша купила первые запасы в свои первые партию нефти свои стратегические запасы то как раз и была озвучена идея что есть смысл теперь рассматривать лонг вот этого сценария и вот даже если в этот момент было продать какие-то опционы вне денег либо настроить grid систему либо просто банально накапливать самостоятельно ручками позицию все это привело бы к существенным хорошим результатом как по мне спреды последнее что мы смотрим спреды это у нас так что у нас здесь интересного пока все валюты достаточно синхронно ходят ну австралиец шорт новозеланде слон здесь эта идея один раз себя отработала я думаю что она и 2 250 пунктов прошли из тех 350 на которые я рассчитывал пока что часть позиции маленькую я прикрыл остальную жду так золото против серебра началось тысяч не началось схождение она не расходится и по чуть-чуть сходится но это прям не могу сказать что началось схождение по чуть-чуть сходится окей жду дальше у нас австралиец против новозеландца в рамках одного месяца это уже нужно переключить вот так тут все равно сильно ничего не поменялось вот биток против фондового рынка посмотрим кто кого потащит потому что биток то уже провалился на новости о закрытии проблемах silver gate а вот а фондовый рынок в это время подтянулся вверх на на положительных данных и на ожиданиях на слухах о том что фраз не будет поднимать процентную ставку по поводу слуха это было смешно это же bloomberg написал по мнению экспертов bloomberg а рынок за эту за прошлую неделю вырос на слухах о том что пресс не будет поднимать на слуха ну это прям сильно так окей окей ну по остальным инструментам все плюс-минус то же самое то есть эфир плюс-минус как и биток нам нужно дождаться реализации рыночного предложения откуп маркет ордерами и после этого можно еще попробовать прокатиться вверх стоп не нужно супер далеко ставить да то есть тут если повалят ниже вот этого минимума то повалят поэтому не стоит здесь нами накапливать пересидеть мы достаточно высоко находимся до тенденция вверх до настроение на рынке положить ну толерантные к риску но это не означает что это в один момент не может поменяться спасибо всем за внимание надеюсь было интересно и полезно ставьте лайки этому видео до встречи в пятницу будем подводить итоги торговой недели хорошей вам торговой недели счастлива